Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Boosty. В этом ролике, представлена четвертая часть одной тысячи интересных фактов, обо всем на свете. Ссылки на другие части размещены в описании ролика. 600. В медицине описано, более 40 случаев синдрома аллергии на воду, известного как водная крапивница. Любой контакт с водой вызывает у этих людей, острую аллергическую реакцию. 601. Ежегодно 2 февраля американский народный метеоролог Сурок Фил, проживающий в городе Панксутани, штат Пенсильвания, предсказывает, как скоро наступит весна. По традиции, если Сурок не увидит своей тени, весна будет ранней. Однако Фил плохо справляется со своими обязанностями, он ошибается в 70% случаев. Наверное, его просто перекормили бедный зверек, весит почти 10 килограмм. 602. Традиционная шотландская юбка килт, не совсем шотландское изобретение. Шотландцы позаимствовали килту викингов в 11 веке. 603. 11 июня 1990 года, в Токио образовалась автомобильная пробка протяженностью в 135 километров. 604. Озеро Восток, крупнейшее подледное озеро на Земле, находится в Антарктиде. Озеро площадью 15500 квадратных километров и глубиной более 1200 метров расположено под ледяным щитом толщиной около 4 километров. Озеро уникально прежде всего тем, что оно находилось в полной изоляции от земной поверхности на протяжении миллионов лет. 605. Если в водяном паре есть примесь паров этилового спирта, его точка росы повышается. Именно поэтому у выпившего водителя запотевают стекла в машине. 606. По календарю мая, текущая эпоха началась 11 августа 3114 года до н.э. и закончится 21 декабря 2012 года. По отношению к астрономическому году, календарь мая значительно точнее, чем современный григорианский календарь. Другие центральноамериканские народы ацтеки, тальтеки и пипили также жили по календарю мая. 607. По лестницам Останкинской телебашни проводятся забеги на высоту 337 метров. Рекордный результат 11 минут 55 секунд. 608. Как на самом деле выглядел Шекспир, никто не знает. Нет ни одного прижизненного портрета великого драматурга. 609. Высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии, называлась децимация эта казнь каждого десятого по жребию. 6010. Истинный рецепт салата Оливье неизвестен. В 1860 году его изобрел Люсьен Оливье владелец ресторана Эрмитаж на Трубной площади в Москве. Салат сразу же стал исключительно популярен. Однако рецептуру и способ его приготовления Люсьен Оливье держал в тайне, и с его смертью секрет рецепта был утрачен. Известно лишь, что в состав салата не входили морковь, горошек, соленые огурцы и колбаса. Зато точно входили оливки, каперсы, рябчики и раковые шейки. 611. Самый большой стадион в мире находится в столице КНДР Пхеньяне. Это стадион 1 мая, открытый в 1989 году и вмещающий 150 тысяч зрителей. Ранее первенство принадлежало стадиону Маракана, в Рио-де-Жанейро вместимостью до 200 тысяч зрителей, однако по требованию FIFA количество мест на этом стадионе было сокращено до 87 тысяч. 612. Пружины, изготовленные из сплава бериллия, практически вечны. Они могут выдержать до 20 миллиардов циклов нагрузки. Именно поэтому бериллий называют металлом неутомимости. Для сравнения, стальные пружины рассчитаны на 150 тысяч-200 тысяч циклов нагрузки. 613. До 3 сентября 1967 года в Швеции было левостороннее автомобильное движение. 3 сентября в 4.50 утра все автомобили, находящиеся на дорогах, должны были остановиться, развернуться на противоположную сторону и в 5.00 продолжить движение. 614. Моллюск-хищник Рапана был занесен в Черное море в 1947 году из Японского моря и к настоящему времени съел почти всех устриц, мидий и морских гребешков. Так сильно расплодиться Рапана смогла потому, что в Черном море отсутствуют ее естественные враги морские звезды. 615. В Японии площадь комнат измеряется не в квадратных метрах или футах, а в татами-ковриках, плетенных из рисовой соломы. Площадь татами – 1,62 квадратных метра. 616. В Варшаве есть улица Винни-Пуха. 617. Чемпион Олимпиады, 1920 года в забеге, на 5 тысяч метров французский атлет, Жозеф Гилема был заядлым курильщиком, выкуривавшим по пачке сигарет в день. Кроме того, его легкие были серьезно поражены горчичным газом во время войны. 618. Некоторые паразиты продлевают хозяину жизнь, например, личинка жемчужницы выделяет вещество, замедляющее старение атлантического лосося. 619. Главным военным трофеем индейцев Хивара в Эквадоре является цанца особым образом – высушенная голова убитого неприятеля. Черты лица сохраняются, но размером она становится с кулак. Особо удачливые воины Хивара носят на поясе, ни одну голову. 620. Известно более трех тысяч сортов картофеля. Плоды картофеля – это невкусные клубни, а ядовитые ягоды – формой напоминающие томаты. 621. До недавнего времени ни один акт канонизации в католической церкви не мог быть признан законным, если при этом акте не присутствовал адвокат дьявола. Эта должность была введена в 1587 году папой Сикстом V и официально отменена в 1983 году Иоанном Павлом II. Функция адвоката дьявола заключалась в том, чтобы собрать все возможные аргументы, которые могли бы помешать причислению, праведника к лику святых. Официальное лицо, выполнявшее противоположную функцию, называлось адвокат Бога. 622. Самым распространенным элементом во Вселенной является водород. На него приходится примерно 90% всех атомов во Вселенной. Второе место занимает гелий. 623. Известно более 75 тысяч видов улиток и слизней. 624. Любимый конь императора Каллигулы инцитат, живший в собственном дворце, был не только возведен в сенаторы и стал жрецом, но и был официально женат на кобыле по имени Пенелопа. 625. Крупнейшая катастрофа в истории авиации произошла на Земле. 27 марта 1977 года на острове Тенерифе в результате столкновения двух самолетов Boeing 747 погибло 583 человека. 626. В 2036 году астероид, Апофис пройдет, всего в 37 тысяч километров от Земли, и вероятность столкновения с ним рекордная, в 2004 году она была оценена приблизительно в 1%. Если Апофис все же врежется в нашу планету, то при массе в 30 миллионов тонны скорости, 45 тысяч километров в час, он произведет взрыв мощностью не менее 1700 мегатонн. Для сравнения, мощность взрыва Тунгусского метеорита составила не более 15 мегатонн. 627. Подобно запрету на потребление свинины у иудеев и мусульман, у древних славян существовал запрет на употребление медвежатины. В то время медведь был священным животным, его даже запрещалось называть настоящим именем Бер. С тех пор укоренилось название медведь, то есть знаток меда. 628. В Европе тоже водятся обезьяны. На юге Пиренейского полуострова, в горах Гибралтара, обитает единственная в Европе крошечная колония без хвостых варварийских макак-маготов, состоящая всего из 160 особей. 629. Грифы иногда наедаются до такой степени, что не могут взлететь. Птицам приходится ждать, пока их масса не уменьшится естественным путем. 630. Подобно тому, как римляне все неговорящие на латыни народы называли варварами, барбари, в Древней Руси словом немец, которое означало невнятно говорящего человека, немого, называли всех иностранцев, чья речь была непонятна. 631. Самый популярный святой в Гватемале святой Максимон. По поверьям, он пьет виски, курит и помогает молящимся отомстить врагам. 632. Акулы не способны самостоятельно прокачивать воду через жабры, поэтому, чтобы не погибнуть от недостатка кислорода, они постоянно должны находиться в движении. 633. При температуре выше 60 градусов Цельсия крахмал не переходит в кристаллическое состояние, и хлеб не черствеет. 634. 7 декабря 2007 года мойщики окон братья Алсидес и Эдгар Марёна работали на одном из небоскребов Нью-Йорка, когда из-за обрыва троса их платформа рухнула вниз с высоты 47 этажей. Эдгар погиб на месте, а вот Алсидесу удалось выжить, хотя 70% костей его тела были переломаны. 635. Самцы гладких китов обладают, самыми крупными яичками среди животных вес каждого, достигает 500 килограмм. 636. Цвета флага России не имеют официального толкования. 637. Лягушка Голиаф, обитающая в Камеруне и Экваториальной Гвинеи, самая большая лягушка в мире. Длина ее может достигать 1 метра, а масса 6 килограмм. При этом она не только не умеет квакать, но и вообще не может издавать никаких звуков. 638. Раздельный купальник Бикини был назван, так в честь первого испытания ядерной бомбы, на одноименном атолле в Тихом океане. Ядерный взрыв на атолле Бикини 1 июля 1946 года широко освещался в прессе, и создатель купальника парижский модельер Луи Риар умело воспользовался шумихой вокруг этого события. 639. В Китае принято громко чавкать в гостях, иначе вы рискуете оскорбить хозяев. Не забудьте также тщательно испачкать скатерть соусами и напитками. Кроме того, в Китае не принято дарить хозяйке дома цветы. 640. Крупнейшее судно в мире, это норвежский супертанкер Нок Невис, построенный в 1979 году в Японии. Длина танкера 458 метров, ширина 69 метров, водоизмещение 825 тысяч 600 тонн. Для сравнения длина Титаника составляла, всего 270 метров при ширине, в 28 метров. 641. В Англии в 1812 году, был принят закон, действующий до сих пор, по которому все морги оснащаются колоколом с веревкой, чтобы пробудившийся от литургического сна покойник, смог позвать на помощь. 642. Самая длинная поэма в истории Шахнаме, книга царей, принадлежит перу персидского автора X века Фердоуси. Поэма состоит из 120 тысяч двустишей, и ее написание заняло 35 лет. 643. Могилу лидера Зе Дорс Джима Моррисона, на кладбище Перла-Шес в Париже ежегодно посещает более 2 миллионов человек. 644. Затрапезный вид не имеет ничего общего с трапезой. Затрапезой в петровские времена называли грубую ткань, из которой шили самую дешевую одежду, на заводах промышленника Ивана Затрапезникова. 645. Самая посещаемая достопримечательность в мире, Эйфелева башня в Париже. Со времени постройки, в 1889 году, Эйфелеву башню посетило более 250 миллионов человек. 646. В Корее фасолевый суп пхачук разбрызгивают в домах, чтобы отпугнуть злых духов. 647. Птицеед Голиаф самый большой паук в мире. Он способен охотиться на лягушек, жаб, ящериц, мышей и даже небольших змей. 648. Слоны, антилопы гну, олени карибу и люди способны создать такую давку, что могут массово погибнуть в ней. 649. Несмотря на колоссальные достижения в архитектуре, астрономии и искусстве, индейцы Южной Америки до прибытия Колумба не знали колеса. 650. В старину на Руси калачи выпекали с ручкой, напоминающей баранку. Было принято есть калач, держа за ручку, а съев, ручку выбросить или отдать нищим. Отсюда и возникло выражение «дойти до ручки». 651. Самое дорогое в истории произведение искусства – картина Пабло Пикассо, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев. Она была написана в 1932 году и продана на аукционе «Кристис» в мае 2010 года за 106,4 миллиона долларов. На втором месте работа – великого швейцарского скульптора Альберта Джакометти «Идущий человек». Она была продана в том же 2010 году за 104,3 миллиона долларов. 652. Лишь 4% Вселенной состоит из атомов. Остальные 96% составляют темная материя и темная энергия, природа которых науки до сих пор неизвестна. 653. Начиная с 2006 года, по неизвестной науке причине на Земле резко сокращается популяция медоносных пчел. Если темпы сокращения популяции не изменятся, к 2035 году пчелы исчезнут с лица Земли. Это грозит утратой не только меда, но и большинства фруктов, овощей, ягод и орехов. Опыление этих растений полностью зависит от активности пчел, ведь одна пчелиная семья опыляет за день до 3 миллионов цветов. Человечество пока не обладает альтернативной технологией опыления. 654. До введения тугрика в 1925 году национальной валютой Монголии был доллар. 655. Мозг человека содержит более 100 миллиардов нейронов. Каждый нейрон соединен с 25 тысячами других нейронов. Во время внутриутробного развития образуется 250 тысяч новых нейронов каждую минуту. 656. Нигде в Библии запретный плод не был назван яблоком. Конечно, это могло быть и яблоко, но в той же степени, что и манго, абрикос или любой другой фрукт. 657. Вопреки известному заблуждению, язык вовсе не является сильнейшей мышцей в теле человека. Более того, это не одна мышца наш язык, состоит из 16 отдельных мышц, а самые сильные мышцы жевательные. 658. В Приднестровье советские паспорта до сих пор являются законным документом, удостоверяющим личность. 659. Число звезд во Вселенной приблизительно равно количеству молекул в стакане воды. 660. Среди наиболее странных профессий на планете есть такие, как оператор, определяющий пол цыплят и испытатель презервативов. 661. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, стал миллиардером в возрасте 25 лет. Билл Гейтс заработал свой первый миллиард в 31 год. 662. По указу Петра I, на лицевую сторону рукава солдатского мундира нашивали ряд пуговиц. Это делалось с одной целью сохранить дорогое сукно, не позволяя вчерашним крестьянам вытирать рукавом, нос или рот после еды. 663. Люди могут заразить свиней свиным гриппом. 664. Святой Грааль самый желанный и загадочный христианский артефакт, обретенный и утерянный. Согласно наиболее распространенной версии, Грааль – это чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере, и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран, распятого на кресте Спасителя. По христианской традиции, испивший из чаши Грааля получает прощение грехов и вечную жизнь. В некоторых версиях, даже созерцание Грааля дает бессмертие. 665. Сокол-сапсан самый быстрый из всех животных на нашей планете. При пикировании на добычу, его скорость достигает 320 км в час. 666. Московский автобусный маршрут номер 666 был изменен под давлением верующих на 616-й. Следом за ним изменили номер поезда – 666 Москва-Осташков, на 604-й. 667. На каждого человека на Земле приходится более 250 миллионов насекомых. 668. Каждую секунду Солнце производит в сотни тысяч раз больше энергии, чем человечество произвело за всю свою историю. 669. В феврале 2011 года в Египте родилась девочка по имени Фейсбук. 670. Самое крупное инженерное сооружение на Земле находится в Ливии. Это великий ливийский водопровод, протянувшийся на 2000 км с юга на север Ливии. Строительство водопровода длилось 18 лет, с 1983 по 2001 год. Система состоит из 1300 скважин, расположенных над гигантскими подземными пресными озерами. Однако воды в этих озерах осталось не более чем на 50 лет. 671. Нервные клетки успешно восстанавливаются. Более того, благодаря процессу нейрогенеза в мозгу человека на протяжении всей его жизни ежедневно образуются тысячи новых нейронов. Учеными доказано, что напряженная умственная деятельность ускоряет восстановление пораженных нейронов, в частности у больных перенесших инсульт. 672. В Саудовскую Аравию запрещен ввоз кукол женского пола. 673. Самый длинный слог в русском языке состоит из восьми букв. Это слово «вскользь». 674. Самый необычный случай выживания в авиакатастрофе произошел 26 января 1972 года. Хорватские террористы взорвали пассажирский самолет МС Донал Дуглас ДС-9 авиакомпании Югослов Эйрлайнс, когда он находился на высоте 10 160 метров 27 пассажиров и членов экипажа погибли, однако 22-летняя стюардесса Весна Вулович осталась жива, упав с высоты более 10 километров. Самолет упал на заснеженный склон холма, а на месте катастрофы оказался квалифицированный медик, который распознал у весны признаки жизни и спас ее. 675. По утверждению известного писателя и зоолога Конрада Лоренса, из 450 известных пород собак приблизительно 20% произошли не от волка, а от шакала. 676. Гром среди ясного неба, на самом деле, происходит не так уж редко. Разряд может распространяться параллельно Земле на расстояние, до 40 километров от грозовых облаков, а затем резко изменить направление и ударить в Землю среди абсолютно голубого неба. В США это явление наблюдается учеными десятки раз в год. 677. Перед принятием решения о введении торгового эмбарго против Кубы, Джон Кеннеди попросил своего пресс-секретаря Пьера Селлинджера достать как можно больше кубинских сигарап Мэнпти Корона, страстным любителем которых он был. На следующее утро секретарь принес президенту, 1200 сигар, и только тогда указ был подписан. 678. Трехпалый ленивец передвигается по Земле со скоростью менее двух метров в минуту. В шерсти ленивцев обитают сине-зеленые водоросли и даже бабочки. 679. Киты, способные погружаться на глубину в сотни метров, не страдают кессонной болезнью, потому что перед погружением не вдыхают, а выдыхают, почти полностью опустошая легкие. Растворенного в крови кислорода им достаточно для пребывания на глубине, в течение 40 и более минут. 680. В 1943 году, пытаясь остановить вторжение союзников в Италию, немецкие войска использовали биологическое оружие. В болото южнее Рима были выпущены миллионы личинок малярийного комара. В результате, в 1944 году в Риме было зарегистрировано более 60 тысяч случаев заболевания малярией, однако на продвижение войск союзников это никак не повлияло. 681. Экспериментально доказано, что комаров в большей степени привлекают люди, выпившие пиво или съевшие бананы. 682. Согласно законам шариата, для того чтобы развестись с супругой, мужу достаточно при свидетелях трижды произнести фразу «Я с тобой развожусь». Однако по решению суда Саудовской Аравии, с декабря 2009 года для объявления, о разводе достаточно отправить жене три СМС-сообщения с этой фразой. 683. Индейцы Лакота и Чироки называли коноплю единственным добром, которое принес белый человек. 684. В Токио большинство людей живут в настолько маленьких жилищах, что содержать питомцев у них нет никакой возможности. Поэтому там очень популярный кафе, где можно за небольшую плату приласкать собаку или кошку. Можно даже взять собаку на прокат на день. Стоит это удовольствие недешево около 20 долларов в час. 685. В большинстве авиалиний пилотам запрещено ношение бороды в случае аварии борода, может не позволить прижать к лицу кислородную маску, достаточно плотно, а это, в свою очередь, поставит под угрозу жизнь пассажиров. 686. 24 августа 1939 года, на следующий день после подписания секретных протоколов, к пакту Молотова-Риббентропа, определяющих разделение Восточной Европы между СССР и Германией, первый секретарь немецкого посольства, в Москве Ганс фон Гервард, передал их копии Великобритании и США. Несмотря на это, СССР отрицал существование протоколов до 1989 года. 687. Температура в центре Земли составляет 7500 градусов Цельсия. Это выше, чем температура на поверхности Солнца. Давление там достигает 3,6 миллиона атмосфер и полностью отсутствует гравитация. 688. То, что отдельные зоны языка отвечают за восприятие четырех основных вкусов, неправда. На самом деле, вкусовые рецепторы равномерно распределены по всей поверхности языка. При этом наиболее чувствителен наш язык именно к кислому вкусу. Человек способен различить привкус лимона при концентрации одна капля на 2000 литров воды. 689. Даже домашние еноты перед едой полощут пищу в воде. 690. В 1995 году учительница французского языка в Эдинбурге Джоан Роулинг закончила свою первую книгу «Гарри Поттер и философский камень», напечатанную на старенькой печатной машинке, и отправила рукопись в 12 издательств. Все 12-й дали отказ. Лишь в 1997 году издательство Блунсбери купила права на книгу за 4 тысячи долларов. Сегодня семь романов о волшебнике Гарри Поттере переведены на 70 языков и проданы в количестве более 400 миллионов копий. 691. Цитатник Мао Цзэдуна был издан в Китае суммарным тиражом более миллиарда экземпляров. Похоже, что книги о Гарри Поттере скоро его догонят. 692. По данным авторитетнейшего медицинского издания The Lancet, самым опасным наркотиком на Земле является не героин или кокаин, а алкоголь. 693. Кошки мурлычут, вибрируя голосовыми связками, как на выдохе, так и на вдохе. Так как котята рождаются не только слепыми, но и глухими, они находят мать только благодаря вибрации, которая возникает, когда кошка мурлычет. 694. В США более 62 тысяч пиццерий. Американцы ежедневно съедают около 50 гектаров пиццы. 695. Левши и правши есть и среди животных. Например, 40% кошек всегда используют только правую лапу, чтобы придерживать пищу или достать клубок из-под дивана, а 20% только левую. Остальные равноправно используют обе конечности. 696. Самый электропроводный металл серебро, самый твердый хром, он тверже вольфрама, самый мягкий цезий, он плавится при плюс 28 градусах Цельсия. 697. Древнеримская публика любила кровавые зрелища, не только на гладиаторских боях, но и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актер должен был погибнуть, его могли в последний момент заменить на приговоренного к казни преступника и убить прямо на сцене. 698. Рекорд игры в монополию – 1680 часов или 70 дней без перерыва. 699. 30 октября 1961 года Советский Союз провел испытание самой мощной термоядерной бомбы в истории. Мощность бомбы, которую на Западе назвали «Кузькина мать», составила 58 мегатонн, а энергия взрыва десятикратно превысила суммарную мощность всех взрывчатых веществ, использованных за годы Второй мировой войны. Гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров, а диаметр его шляпки составил 95 километров. Ударная волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар. Бомба была создана под руководством академика А. Д. Сахарова. 700. Закон штата Арканзас запрещает одноименной реке подниматься во время паводка выше уровня моста в городе Литл-Рок. Правда наказание за нарушение рекой этого закона не конкретизировано. 701. Когда рыбы плывут против течения, они тратят меньше энергии, чем плавая в спокойной воде. Это объясняется умением рыб улавливать возникающие водовороты, лавируя с минимальным напряжением мышц. Такой способ плавания можно сравнить с движением парусной яхты против ветра. 702. В Великобритании ежегодно продается около 4 миллионов велосипедов, однако велоспорт не пользуется там популярностью. Самый высокий результат, за всю историю этого вида спорта, четвертое место шотландца Роберта Миллера на Tour de France 1984 года. 703. Самый редкий на Земле химический элемент – это радиоактивное вещество остат. Его содержание во всей земной коре составляет менее 1 грамма. Второе место занимает Франция. 704. Красные псы, с которыми боролся Маугли, действительно водятся в индийских джунглях, вот только по зоологической классификации они не псы, а красные волки. Так что Акела зря не признавал с ними родства. 705. Типун – это первый признак воспаления ткани языка, гласита, который может быть вызван множеством возбудителей. Однако в народе считается, что типун выскакивает на языке, если человек солгал. 706. По данным опроса Гэллопа, каждый седьмой американец не может показать США на карте мира. 707. Королева Великобритании, Елизавета II зарегистрировалась в социальной сети Facebook. 708. Более миллиона счастливых в браке семейных пар в Великобритании живут на два дома, приходя друг к другу в гости только на выходные. Из тех же супружеских пар, что живут вместе, около 12% спят раздельно. 709. 25% страдающих патологической зависимостью игроков казино женщины. 710. Змеи могут болеть малярией. А броненосцы не только малярией, но и проказой. 711. Единственный известный науке головоногий моллюск, способный жить на глубинах более тысячи метров, выглядит ужасающе и называется соответствующим образом кальмар-адский вампир. 712. Древняя традиция рукопожатия правой рукой призвана показать у меня нет оружия, и мои намерения чисты. В мусульманских странах рукопожатие между мужчиной и женщиной запрещено законом и жестоко карается. 713. В отличие от нашего, в традиционном китайском сознании гражданство не имеет значения, гораздо важнее происхождение предков. Уже за то, что в Китае родился ваш прадед, вас будут считать коренным жителем страны. Китайцы не отвергают диаспору, Хуаца, а воспринимают ее как 30 миллионов своих сограждан, волей судьбы находящихся вдали от родины. Возвращение китайца на родину, даже через несколько поколений, воспринимается как счастливое воссоединение с семьей. 714. Гелий – вещество с самой низкой температурой кипения. Гелий кипит при температуре минус 269 градусов Цельсия. 715. К 2050 году, впервые в истории человечества, количество людей пенсионного возраста превысит все остальные возрастные группы. На планете к этому времени будет более 10 миллиардов человек. 716. Халат издавна был символом барства, лености и необязательности. Отсюда и возникло понятие халатность. Однако простым порицанием халатности дело не ограничивается. Халатность входит в Кодекс РФ, как вид должностного преступления. 717. Каждый владелец домашних животных наблюдал беспокойство своих питомцев во сне, однако только недавно ученым удалось доказать, что животные, как и люди, видят сны. 718. Единственный человек на планете, который получил и Нобелевскую, и Шнобелевскую премии, это английский ученый российского происхождения Андрей Гейм. В 2000 году ему вручили Шнобелевскую премию, за исследование левитации лягушек, а в 2010 году, Нобелевскую премию в области физики, за исследование свойств графена. 719. Рыбы могут страдать морской болезнью, которая проявляется в виде головокружения и потери ориентации. 720. Чеснок обладает не только мощным противовирусным и антибактериальным действием, но и отпугивает комаров. 721. Жаргонное название доллара, США, бакс, является неправильной калькой слова «бак», «бак», что означает взрослого самца-оленя. В 19 веке цена одной оленей шкуры была равна 1 доллару. Отсюда и название. 722. Настоящие летающие драконы обитают в тропических лесах Малайзии и Индонезии. Они так и называются летающие драконы, лад, драка воленс. Они способны пролетать до 60 метров, однако совсем не умеют изрыгать пламя. Это обыкновенные перепончатые ящерицы. 723. Чтобы согреться, императорские пингвины собираются в плотные группы, температура внутри которых может достигать плюс 20 градусов Цельсия при температуре окружающего воздуха минус 20 градусов Цельсия. Чтобы все находились в равных условиях, пингвины постоянно перемещаются от центра к краю и обратно. 724. 3 июля 1928 года в США за 75 долларов был продан первый в мире телевизор фирмы Baird. Для сравнения, автомобиль Ford T стоил тогда 290 долларов. Первая телевизионная передача пьесы «Посланник королевы» была выпущена в эфир 11 сентября 1928 года экспериментальной телевизионной станцией, принадлежащей компании General Electric. 725. Первое упоминание перископа связано, отнюдь не с военным применением. В 1430 году Иоганн Гутенберг, более известный как изобретатель книгопечатания, наладил продажу перископов паломникам, которые собирались на традиционный религиозный фестиваль в Аахине, чтобы они могли смотреть поверх огромной толпы. 726. В эфиопской православной церкви Понтий Пилат, отправившей Иисуса Христа на казнь, почитается как святой. 727. Любимой едой великой Марлен Дитрих были хот-доги с бокалом шампанского «Пайпер Хейтсик». 728. Самые молодые родители в мире были зарегистрированы в Китае в 1910 году. Отцу на тот момент исполнилось 9 лет, а матери 8. 729. Население США составляет 4,5% населения Земли, однако США производят более 20% всех бытовых отходов мира. 730. С первых минут жизни у человека есть врожденный хватательный рефлекс. Малыш цепляется за ваши пальцы так крепко, что его можно смело поднимать. Этот рефлекс не что иное, как проявление древнейшей генетической программы, записанной в памяти человечества. Около 25 миллионов лет назад наши предки владели брахиацией способностью, подобно гиббонам, раскачиваясь на руках, перелетать с ветки на ветку. По мнению ученых этологов, и наша любовь к качелям, и полеты во сне тоже связаны с нашим историческим опытом. 731. 95% колоний термитов составляют рабочие особи. Они строят сложнейшие гнезда высотой до 12 метров и снабжают едой всю колонию. При этом они слепы. 732. Зайцы, кролики и кенгуру не могут ходить шагом даже передвигаясь медленно, они прыгают. 733. Во время зимних холодов до 50 членов крысиной колонии намертво сцепляются хвостами, чтобы стать живым гнездом для детенышей и защитить их от замерзания. Такое гнездо называется крысиный король. Крысиный король не в состоянии передвигаться и живет исключительно за счет подношений сородичей. 734. Все части кукурузы съедобны на любой фазе роста. Благодаря массовому использованию фрукто-засодержащего кукурузного сиропа, в пищевой промышленности, средний американец съедает около килограмма кукурузы, каждый день в разных продуктах. 735. В 1999 году в Екатеринбурге был установлен первый в мире памятник герою романа Герберта Уэллса «Человеку-невидимки». Памятник настолько остроумен, что уже стал любимой достопримечательностью города. 736. Басенджи, или африканская нелающая собака – древнейшая порода собак. История породы насчитывает около 5000 лет. Уникальность породы в том, что ее представители не лают, а издают особые звуки, похожие на урчание, но их можно услышать лишь тогда, когда собака взволнована. 737. Чарли Чаплин однажды, инкогнито принимал участие в конкурсе «Двойников-бродяги» в Театре Сан-Франциско и даже не смог пройти в финал этого конкурса. 738. В кабинете изобретателя телефона Александра Белла телефонный аппарат отсутствовал, так как звонки выводили его из себя. 739. Изобретатель автомобильных шин и глава одноименной компании Пьер Мишлен погиб в автомобильной катастрофе. 740. Основатель фирмы «Кодек» Джорд Шистман ненавидел, когда его фотографировали. 741. Владелец компании «Сигвей» Джимми Хисельдин погиб 28 сентября 2010 года во время прогулки на скутере «Сигвей». 742. Главным призом французской национальной лотереи 1850 года был билет в один конец в район золотой лихорадки в Калифорнии. Все лотерейные билеты были проданы. 743. Петухи кукарекают не встречая восход, а сообщая всем соперникам границы своей территории. Это не просто утренняя песня, на протяжении тысячелетий заменяющая людям будильник, это боевой клич. 744. 7 декабря 2008 года Элтон Джон выступил с благотворительным концертом в новом концертном зале «Лакшери Виллидж» в Барвихе. Стоимость билетов доходила до 1,3 миллиона рублей. 745. В саранче содержится больше белка, чем в говядине. В странах Юго-Восточной Азии насекомые составляют до 30% рациона. 746. Гимном Африканского национального конгресса является песня группы Queen I Want To Break Free. 747. По территории города Пермь протекает река Стикс. Как известно, Великий Ахилл получил свою непобедимость, благодаря тому, что его мать, богиня Фетида, окунула его в воды священного Стикса, текущего в царстве мертвых, Аиди. 748. Теплое течение Эль-Ниня, возникающее каждые 2-3 года, вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки и вызывающее катастрофические ливни и наводнения, названо так в честь младенца Иисуса Христа. Дело в том, что течение всегда возникает в конце декабря, а по-испански Эль-Нина означает младенец. 749. Желтый цветок Куриная слепота, как в народе называют лютик едкий, действительно ядовит. Если его сок попадет в глаза, это вызовет острую резь и боль в глазах. Своим странным названием лютик обязан курам, которые, как известно, не видят в темноте. 750. 37% писем, приходящих в редакцию журнала для мужчин Men's Health, написано женщинами. Подавляющее их большинство начинается словами. Вы, наверное, удивитесь, но пишет вам женщина. 751. На Эвересте обитает дух погибшего там в 1924 году альпиниста Эндрю Ирвина. Он поселяется в палатках восходителей и воодушевляет их на завершающий этап подъема к вершине. Призрак впервые был замечен в сентябре 1975 года Дагом Скоттом, и с тех пор его видели десятки альпинистов. 752. В отличие от кофе, практически все виды чая являются смесью множества сортов. Например, чай индийский состоит из 16 сортов чая, доставленного из Индии, Китая и Кении. А чай Липтон из 30 сортов. Смешивание различных сортов чая называется купажированием, и это единственная возможность сохранить привычный вкус определенного вида чая из года в год. Не прибегая к купажированию, постоянство вкуса и качество чая обеспечить невозможно. Даже собранный с одной плантации, чай никогда не бывает одинаковым его вкус и аромат, зависит от множества природных факторов. 753. В древнем Египте кошки и крокодилы были священными животными. Крокодилов было принято украшать дорогими ювелирными изделиями, а в знак траура по умершей кошке хозяин сбривал брови. 754. Общий вес бактерий, обитающих в нашем кишечнике, превышает 2 килограмма, тогда как в здоровых легких и мочевом пузыре бактерий нет вообще. 755. Танк, тэнк, по-английски означает бак, цистерна. Чтобы дезинформировать немцев при перевозке по железной дороге, первых в мире танков Марк 1 в 1914 году, они были замаскированы под российские цистерны для питьевой воды. Название закрепилось надолго. 756. В 1815 году англичане заняли необитаемый остров Вознесения в Атлантическом океане и оставили там гарнизон. Однако в казне не нашлось денег для его содержания. Тогда начальник гарнизона переименовал остров в корабль, а солдат перевел в матросы. Деньги сразу нашлись на содержание флота, в Англии денег никогда не жалели. 757. Средневековые Англии членов коллегии присяжных в судах попросту не кормили, пока они не вынесут вердикт. 758. В 1602 году английская королева Елизавета I подписала закон, запрещающий битье жен после 10 часов вечера. 759. В среднем, каждую минуту на земле рождается на свет, 260 детей, а около 100 человек умирает. 760. Чайная роза получила свое название не за цвет, а за аромат, напоминающий запах свежезаваренного чая. 761. 300 миллионов лет назад, скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца была медленнее, чем сейчас. Продолжительность года составляла тогда примерно 390 суток. 762. Колумб добрался до берегов Центральной Америки только во время своей четвертой экспедиции, в первых трех он не продвинулся дальше Кубы. При этом, до самой смерти он был уверен, что открыл Западную Индию. Именно поэтому народы, открытые Колумбом во время его экспедиции, в Европе назвали индейцами. 763. В Древнем Китае в качестве сигнала пожарной тревоги использовались петарды. 764. Южная Флорида является единственным местом в мире, где крокодилы и аллигаторы существуют вместе. 765. Испанские завоеватели в Южной Америке считали платину, поддельным серебром. Известен случай, когда большие запасы платины были просто утоплены в океане. 766. Самая маленькая в мире нелетающая птица, трестанский пастушок обитает лишь в одном месте на Земле, на острове, неприступной в Южной части Атлантического океана, площадь которого лишь чуть более 10 квадратных километров. 767. Вся жидкость в теле североамериканской древесной лягушки зимой превращается в лед, а сама она впадает в спячку. Весной лягушка оттаивает и просыпается к активной жизни. Европейские лягушки полного промерзания пережить не могут. 768. В Древнем Риме души умерших, но не нашедших покоя в царстве мертвых, и возвращавшихся по ночам в мир живых, называли лемурами. Чтобы у милости ведь беспокойных духов, римляне даже совершали особые обряды лемурии. Когда в 16 веке европейцы впервые высадились на Мадагаскаре, их настолько поразили небольшие юркие зверьки, с огромными светящимися в темноте глазами, что они назвали их лемурами. 769. В 300 году до нашей эры. Во время битвы за Сицилию, Карфагенский флот обратил римлян в бегство, стреляя из катапульт живыми змеями. 770. Австралия является единственным континентом, где ядовитых змей больше, чем неядовитых. 771. Величайшей заслугой советского разведчика Рихарда Зорги считается отведение японской агрессии от СССР в сторону США. Не получая достаточного финансирования из Центра, он оплачивал деятельность своей агентурной сети из личных средств. Зорги был бесконечно верен Сталину, даже несмотря на то, что его жена была репрессирована в 1940 году. После разоблачения в 1941 году, японцы предлагали Сталину обменять Зорги, но Сталин отказался и 7 ноября 1944 года разведчик был казнен в Токио. Интересно, что дед Рихарда Зорги был личным секретарем Карла Маркса. 772. Джимми Хендрикс служил в знаменитой 101-й парашютно-десантной дивизии армии США и совершил 26 прыжков с парашютом. 773. Если бы поверхность Земли была абсолютно гладкой, вся планета была бы покрыта слоем воды, глубиной 3 километра. 774. Первый унитаз со сливным бачком был изобретен в 1596 году сэром Джоном Харрингтоном для королевы Елизаветы I. 775. В Древнем Риме считалось, что сумерки наступали тогда, когда невозможно было отличить волка от собаки. 776. Часто можно услышать, что слоны это единственные млекопитающие, которые не умеют прыгать. На самом деле, бегемоты и носороги тоже не могут прыгать. 777. Поденки, крылатые насекомые с двумя характерными хвостовыми нитями, живут всего несколько часов, отсюда и их название. Однако это единственное на Земле насекомое, которое успевает полинять, будучи в окрылившейся стадии. Кроме того, поденки вообще не способны есть природа, не снабдила их даже ртом. Впрочем, есть им все равно было бы некогда. А вот личинки поденок живут в воде более трех лет. 778. Виноградный сахар, глюкозу, получают исключительно из картофеля и кукурузы. 779. Самый большой представитель семейства кошачьих не лев, а амурский тигр. Длина его тела до кончика хвоста может достигать 4 метров, а вес 300 килограмм. В Китае за убийство амурского тигра грозит смертная казнь. 780. Предупреждения о вреде сигарет для здоровья впервые появились на сигаретных пачках лишь в 1966 году, а до этого времени в рекламе сигарет часто цитировались рекомендации врачей. 781. Самой крупной собакой в мире был английский мастиф по кличке Зорба, который весил 156 килограмм, а длина его тела от кончика носа до хвоста составляла 251 сантиметр. Это размер упитанного 6-месячного теленка. 782. Британские острова состоят из более чем 5000 островов. 783. Цианоакрилат, более известный как суперклей, применяется в медицинских целях для склеивания ран и для остановки кровотечений. Военные медики использовали его для оказания первой медицинской помощи во время войны во Вьетнаме. Цианоакрилат используется и в криминалистике на обработанной его парами поверхности отпечатки пальцев, становятся видимыми. 784. По данным медицинских исследований, яблоко с утра бодрит лучше, чем чашка кофе. 785. Иоганн Себастьян Бах сочинил более тысячи музыкальных произведений. Однако при этом он ежедневно ходил на службу Бах, служил органистом и кантором в церкви святого Фомы в Лейпциге. 786. Древнейший известный текст Библии Синайский кодекс, в 1933 году, по личному распоряжению Сталина был продан советскими властями, британскому музею за 100 тысяч фунтов стерлингов. Истинная ценность, древнейшей унциальной пергаментной рукописи Библии IV века не подается исчислению, она абсолютно бесцена. 787. На Земле проживает 3 дециллиона, 3 с 33 нулями, живых существ, из которых 75% бактерий. 788. Картофель и томаты близкие родственники. Картофель и сладкий картофель вообще не состоят в родстве. 789. Старейший из сохранившихся в Париже мостов, называется Новый мост, Понт-Нюф. 790. Величайший фараон древнего Египта Рамзес II, живший в XIII веке до н.э., был отцом более чем 160 детей. 791. Великий Рембрандт, создавший за свою жизнь более 700 шедевров живописи, был настолько беден, что в 1656 году заявил о своем банкротстве. Чтобы заплатить за погребение своей любовницы Хиндрики и Стофельс, он был вынужден продать могилу своей жены Саски Ивана Эйленбюрг, изображенной на значительном числе его картин и рисунков. 792. Выражение «малиновый звон» происходит от названия бельгийского города Михелин, который по-французски называется Малинос, Малин. В средние века в Михелине был разработан уникальный сплав для литья колоколов. 793. Королева Франции Анна Бретонская, жена двух французских королей, в 1491 году первая, надела на свадьбу белое платье, доселе считавшееся траурным, и черное, когда погиб ее второй муж Карл VIII. Этот обычай сохранился до наших дней. 794. Авторы декларации независимости США Джон Адамс, второй президент США, и Томас Джефферсон, третий президент, скончались в один день, 4 июля 1826 года, ровно через 50 лет после подписания декларации. 795. Шанс выиграть в лотерею дважды, в течение четырех месяцев равен, примерно одному к 17 триллионам. Однако Эвелин Адамс из Нью-Джерси, в 1986 году, выиграла в лотерею дважды. Общий выигрыш составил 5,4 миллиона долларов. К сожалению, ее нельзя назвать самым удачливым человеком на планете все деньги, она очень быстро истратила, и теперь живет в мобильном трейлере. 796. Из 256 государств на Земле, 30 являются монархиями. Самая древняя монархия в мире японская, существует с 509 года. Самая древняя в Европе датская, ведущая отсчет с 936 года. 797. Американская фирма Кэмбелл, продающая консервированные супы, по всему миру, на сумму более 8 миллиардов долларов в год, после десятилетних безуспешных попыток, приучить россиян к этому продукту, покинула российский рынок. 798. До изобретения вилки в 11 веке еду, брали руками, причем в высшем обществе было принято использовать, три пальца, а в простонародье 5. Поначалу против употребления вилок, категорически выступала католическая церковь. 799. Некоторые виды ленточных червей, при отсутствии еды переваривают сами себя. При этом они могут съесть, до 95% своего тела, а затем благополучно восстановиться. Благодарим за просмотр этого ролика и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описании этого ролика и поддержать нас на Бусти.